Речь идёт о трёх тестах. Ман-Витни, этот тест предназначен только для сравнения двух независимых выборок. Краска Уоллес, это аналог дисперсионного анализа, и также он предназначен для любого числа выборок, и медианный тест. Ман-Витни и Краска Уоллес сравнивают распределение рангов, то есть смещённость рангов в одной выборке, в другой выборке, в третьей выборке, в одну из сторон шкалы. Медианный тест сравнивают, соответственно, для К-выборок медианы. Забыл поставить пол. Запускаем. Везде мы получаем отвержение нулевой гипотезы, то есть, как этот тест, мы можем утверждать, что не равны распределения или репрезентирующие значения в виде медианы. Посмотрим конкретнее. Мы видим, что, несмотря на то, что на графике, казалось бы, общая медиана совпадает с... визуально совпадает с медианами групповыми, тем не менее, статистически разница присутствует. И, к сожалению, групповые медианы здесь не обозначены. Чтобы их вывести, на нас запустили писательную статистику. Тест Мана Уитнин говорит нам о том, что смещение по женщинам в пользу более высоких значений шкалы. Средний ранг у них выше, чем у мужчин. Тест Краскового Уоллеса также оперирует рангами, сравнивает ранги, и тоже утверждается, что не равны ранги для мужчин и женщин по выраженности этой ценности. К сожалению, по графику, визуально это не очень видно, но когда мы наводим, мы видим, что, собственно говоря, средние ранги, как и в тесте Мана Уитни, они различаются. У мужчин ниже, у женщин выше. То есть получается, учитывая у нас обратная кодировка, мужчинам более свойственно свойственен гедонизм, а женщинам менее свойственен гедонизм. Можем еще раз вернуться к результатам Т-тестов. Они показывали тот же результат. Но нас не удовлетворяла смещенность по переменной дубликату в сторону более высоких значений шкалы. Проверим, есть ли...